Я не стал запариваться и для формы взял самую обыкновенную сотую пластиковую трубу канализационную. Распилил ее на небольшие блинчики, планировал вообще изначально залить аж 4 штуки, но не сложилось, потому что закончилась эпоксидка и я еще не знал ее расход на самом деле. Само дерево для заливки я взял с пилы обычного бревнышка березы, напилил, расколол топориком, чтобы получились красивые такие сколы. Вообще я надеюсь, что будет красиво расколото, но у меня просто не развалились, потому что были безумно сухие. Не суть. Завел всю эпоксидку, заливаем и бросаем. У меня, по-моему, двое суток стояло, но тем не менее, получается, одна застыла норм, а вторая вообще не застыла. То есть я ее снял с формы, а внизу на подложке все жидкое, прям жижка-жижка совсем. Поэтому я не стал трогать. Взял единственную застывшую и думаю, блин, надо же как-то подровнять. Решил просто ножовку аккуратно отпилить. Аккуратно не получилось, все равно получился небольшой запил. Думаю, блин, но все равно. Шлифуем, 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 шлифуем. Шлифмашинкой нифига не получилось шлифовать, потому что бумагу очень сильно забивает смола и бумага приходит негодность. Думаю, нужно тогда лучше шлифовальным кругом по долгарке. Шлифуем дальше, потом снова шлифмашинкой уже более-менее ровно и вот получается такая штука. Я обработал льняным маслом, чтобы все красиво блестело и вот здесь у меня случился косяк и она мне треснула. Я охренел знает. Может быть из-за того, что просто она тонкая была, ну и подсохла сильнее, просто треснула. Несколько получается ударов степлера и все. Получился такой как бы импровизированный стимпанк. Следующее получается у нас это кулон. Эти остатки заливки были после того, как я делал доску. Большие заготовки, они валялись долго. Соответственно, обтачиваем все на наждаке и потом уже на стоповальном круге подравниваем. Отпиливаем сколько нам нужно аккуратно и дальше уже шлифуем более мелкой наждачкой, еще мельче-мельче. И вот получается такая штука. Покрываем льняным маслом и забиваем небольшое ушко. Я также взял обычную скрепку, просто откусил кусочек. Забил ушко в дерево и получилась такая интересная тема. Дальше у нас следует это кольцо. Оставался еще один довольно большой кусок готового залитого материала. Думаю, давай попробуем кольцо. Я ее в интернете видел, ребята делали. Думаю, надо попробовать. Но так как я вообще ни разу не связывался с этой темой, я даже не знал, как это делать, решил сначала, что нужно более-менее подобрать размер внутренний. Я взял перо, которое подобрал по своему пальцу. Начал выбирать этим пером. Дальше делаем разметку уже по готовому кольцу, по какому-то металлическому. Также стачиваем все на наждаке, потом нашли в машине. Дальше растачиваем всевозможными шарошками. И тут я понял, что он слишком широкий и скорее всего лучше его, наверное, распилить. Может быть, кстати, это было заблуждение. Надо было наставить его широким. Распиливаю пополам. Дальше опять все шарошу. Дальше опять зашкуриваю. И опять зашкуриваю. Ну, это уже по большей степени финишная шкурка. И в итоге мы получаем вот это. А, ну и кулон. Кулон, соответственно, цепка у меня была. Я просто уже повесил на цепь. Как бы, да, это такой небольшой шарпотреб, но это был просто тест. Потому что я вообще не связывался никогда с этими композитными материалами, когда дерево с чем-то соединяешь. это интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Дальше больше. Спасибо.